Всем привет, меня зовут Илья, Янг и Жерон исключительно здравым смыслом И сегодня мы сравним телефон с Leica Q2 Да-да-да, я помню, что хотел сравнить Xiaomi Mi 13 Ultra с Rika GR3 и в RAW файлах Но Rika сейчас нет в аренде, а личной камеры у меня нет, я ее продал Если что, можно что-то посмотреть прошлый выпуск Xiaomi против Rika И посмотреть, что там происходит, если вы еще не в курсе Здесь же, ну, почему бы не сравнить, потому что Leica Q2 тоже компакт Почему бы, собственно, и нет С фиксированным объективом, с 28 мм, в общем, все как мы любим Конечно же, это сравнение не имеет никакой практической пользы Вряд ли кто-то будет думать взять полнокадровую камеру или смартфон Понятно, что здесь такого нет Если первое видео имеет практический смысл Второе видео скорее имеет интерес, ну, что как снимает Все-таки мы хотим же сопоставить, что как снимает И поэтому телефон имеет дюймовую матрицу 23 мм f1.9 Leica имеет полнокадровую матрицу с 28 f1.7 В общем, все должно быть прикольно Не буду затягивать, давайте сразу смотреть снимки Ну что же, как в прошлый раз мы с вами переходим в Capture One И начинаем смотреть, что же здесь происходит Повторюсь, не рассматриваем эргономику, ничего такого не рассматриваем Серьезно сравнивать Leica и телефон, наверное, не совсем корректно Но забавно Вот этим и займемся Первая пара фотографий нужна для констатации очевидной вещи Leica размывает задний план сильнее Ну, логично, и матрица больше Размер матрицы не влияет на всякий случай на размытие заднего плана И все-таки диафрагма даже, скажем так, побольше И мы сможем с вами видеть, что, конечно же, на Xiaomi размытие небольшое есть Но на Leica оно больше, ну и, можно сказать, художественнее Также мы можем сразу обратить внимание на баланс белого Он разный, причем это будет сохраняться, вот эта тенденция Ну, и мы можем приблизить наш снимок В принципе, по одному снимку все будет понятно Мы можем приблизить наш снимок и посмотреть, что да как Здесь я решил, что, ну, раз в Leica 42 мегапикселя Надо всеми ставить сразу 50, да Ну, чтобы можно было приближать, сравнивать, заодно посмотрим интересные моменты И если мы смотрим с вами, вот, допустим, здесь вот у нас идет 33% увеличения Вот, 50% увеличения То, в целом, оба хороших снимка, рука детализирована и так далее Но вот если мы дойдем до 100%, так это 200, вот 100% Мы с вами видим, что Leica, она резкая и приятная Xiaomi, он резкий, но начинает проявляться вот эта какая-то цифровизация Да, видите, что, ну, не так картинка все-таки приятная, как на Leica Я думаю, тут вы со мной согласитесь Ну, и вот баланс белого разный У меня все-таки рука ближе к Xiaomi цвету, нежели к Leica Ну, это дефолтный баланс белого, да, понятно, что его можно поправить и все будет хорошо На обеих камерах, так что здесь никаких проблем нет Ну, тут самое главное показать, что есть размытие заднего плана А вторая пара снимков, она тоже будет на размытие заднего плана И вот у нас есть два вот таких вот снимка Кстати, в этот раз пар будет всего 11, так что не переживайте Не 28, как в прошлый раз, надолго мы здесь не задержимся Вот, кстати, Андрей Я приходил как раз к Андрею в гости вне фотобудку Именно он дал мне потестировать Leica Q2 И, кстати, будет еще один интересный момент Связанный с Андреем Но это будет чуть дальше Так вот, просто берем и фотографируем Тут тоже интересный и забавный момент Видно, как телефон вытаскивает картинку из темноты То есть, картинки-то, ну, очень сильно разнятся То есть, на Leica задний план совсем-совсем темный А на Xiaomi, вот он явно светлее Он явно его как-то вытягивает И я бы, опять же, не сказал, что у Xiaomi это лучше сделано, чем на Leica Да, но они явно разные То есть, тут нужно это понимать Опять же, берем, приближаем На 50% мы приближаем И видим, что, в принципе, и здесь, и здесь все хорошо Если мы приближаем дальше, до 100% Тут та же самая ситуация На Leica, если мы смотрим на какие-то мелкие детали То мы видим, что на Leica все-таки это все выглядит лучше Да, конечно, опять же, фокусное расстояние немножко разное То есть, снимки с Leica немножко ближе Это видно То есть, я банально занимаю на Leica больше места, чем на Xiaomi И, наверное, на Xiaomi надо было подвинуться поближе Но я думаю, что сама судьба не поменялась А именно детализация Ну и здесь тоже этот снимок, он в первую очередь сделан на то, чтобы показать размытие заднего плана И в этом плане, конечно, кадр с Leica будет выглядеть более художественным И со 100, и со 320 Так что выдержка, кстати, везде будет примерно одинаковая 1,5 в основном Здесь, правда, 1,00 Следующая пара снимков Это такой тест на красное Во-первых, я тут... Это самый первый был снимок из серии И поэтому снимок с Xiaomi на 12 мегапикселей А не на 50 Тем не менее, такой тест на красное Нужен для того, чтобы Если вы снимали когда-либо с красным светом Да или с любым другим, собственно, светом Вы знаете, что красный очень сильно забивает картинку И пропадают детали Просто красный свет и всё И тут было интересно, как вытащат матрицы обеих камер И вот здесь очевидно Что с Xiaomi справился лучше То есть, не знаю, правильно ли это назвать динамическим диапазоном Но вот здесь, например, детали какие-то Они просто все уходят в красное Никаких деталей не остаётся Здесь детали остаются То есть, всё-таки, динамический диапазон Здесь поинтереснее, чем на лейке Всё-таки Алгоритмы-то делают своё непростое дело Ради веселек мы можем Здесь 12 мегапикселей Ещё раз скажу Мы можем просто взять и приблизить Разница будет вот такой По размеру Опять же 12 против 42 мегапикселей Сказать, что что-то там Какое-то гигантское изменение Каждый решает для себя Но тут ещё лейка могла немножко промазать Что-то не очень понятно Куда она попала Вот в этом прекрасном портрете, скажем так Да, кстати, естественно Улучшайзеры все отключены В плане Phase 1 Естественно, никакой резкости И никакого шумодава дополнительного нет Дальше давайте посмотрим на детализацию Всё-таки, да? 42 мегапикселя И мы берём кадр с лейки И берём кадр с Xiaomi Опять же, мы видим разницу по балансу белого Лейка Она синит Ну, в синий немножко уводит Xiaomi она теплит Опять же, всё это можно настроить Я не придаю ему гигантское значение Просто подмечаю Потому что баланс белого можно настраивать И, опять же, динамический диапазон Книги здесь вытащены Здесь менее вытащены Но это нам не важно Мы приближаем Приближаем на 100% И смотрим И нам становится, в общем-то, достаточно очевидно Что детализация эта с Xiaomi очень даже хороша Понятно, что лейка может просто не попасть в гриб Потому что гриб у неё существенно меньше Но, например, по вот этой книге По вот этой Она явно здесь резкая У Xiaomi очень хороший результат То есть, скорее всего Скорее всего Когда объект находится достаточно далеко Вот тут уже разрешения оптики Скорее даже, чем самой камеры Не хватает Но если объект близко То мы видим, что у Xiaomi показывают Отличнейшую детализацию Очень даже хорошую Я, как бы даже Она может поспорить с лейковской Прямо совершенно легко Здесь вот это видно Хотя, опять же Xiaomi ISO 640 Лейка ISO 250 1,7 1,9 Понятно, что на лейке можно зажаться Но и на Xiaomi можно зажаться В общем, тоже такой вот приятный момент При том, что По краям, если смотреть Например, вот в этот край Увести Тут вот явно резче, чем здесь Но тут уже, возможно, действительно Уход из гриппа Хотя Опять же, может быть Не идеально держал камеру А вот с другой стороны Если мы пойдем То тут как раз Лейка будет порезче Чем Xiaomi Тоже интересный момент Ну и вот Мы вот по вот этой книжке смотрим В общем Хорошая детализация с телефона Однозначно Если объект близко Ради интереса Ради интереса Я взял еще снимок С 12 мегапикселей Вот можете ли вы сразу На вскидку определить Где какой И давайте тоже приблизим На 100% Вот 100% Собственно слева У нас находится 12 мегапиксельный снимок Справа у нас Находится 50 мегапиксельный снимок И как мы с вами видим В общем-то Разница, конечно, есть Но вот 12 мегапикселей Выглядит очень даже Недурно Не так близко Можно приблизить Не такие мелкие детали Можно увидеть Но вот тут Наш, например, Виктор Гюго Смотрится очень даже Неплохо Здесь вот По дополнительным деталям Не знаю Насколько они вам нужны Просто показываю Как это все выглядит Почему бы, собственно, и нет Дальше Интересный тест на шапочку Тест на шапочку Нужен для того Чтобы, опять же Посмотреть, как работает Камера с динамическим диапазоном Все очень просто У нас на шапочке Есть какой-то яркий объект В данном случае Это AirPods И Leica этот AirPods Не воспринимает С точки зрения Динамического диапазона А Xiaomi Совершенно спокойно Вытаскивает его И видно, что это наушник Если мы уйдем в край То мы здесь увидим Опять же Коробочку Которая Ну, понятно, что У Leica она в расфокусе Вот Но Здесь она Менее выбита Чем здесь Кстати, обратите внимание Что вот эта вот Новая коробочка Андрей не просто так сидит И Куда-то смотрит А Андрей смотрит В свой Новый 15-й iPhone Pro Max Вот это все А это значит Что у Андрея В ближайшее время Скорее всего Выйдет Сравнение Leica И последнего iPhone Ну, то есть Последний iPhone Тоже хороший С точки зрения фото И если вас интересуют Такие интересные сравнения То перейдите на канал Андрея Ссылка, конечно, будет в описании И посмотрите это сравнение Как оно будет Да и вообще Андрей молодец Почему бы его не посмотреть Может франшизу себе купите Почему бы, собственно, и нет В общем, динамический диапазон Логично Вытаскивается лучше Еще раз На всякий случай Если вы сейчас сидите И вам становится неуютно И какие-то части Вашего тела Начинают Разогреваться Вы вспомните Вы вспомните Что, во-первых Это JPEG В RAW Все будет лучше Хотя у Xiaomi тоже есть Трава Это во-первых Во-вторых Это все-таки Шуточное, можно сказать Сравнение Просто ради Забавы Потому что Никто вас не заставляет Выбирать одну камеру Из двух Вы можете взять Две камеры Вы можете взять Себе Лейку И к ней Вы не поверите Можно взять Себе телефон Который будет Хорошо снимать И это друг другу Не противоречит Так что Все нормально Поехали дальше Вот эту пару Мы пока пропустим Сейчас покажу Почему Вот мы Опять же Снимаем Андрея Вот он смотрит Свой прекрасный Новый Тайтановый Айфон И Первое Что я хочу Конечно Показать Это детализация Но здесь В общем-то Опять же Все сохраняется Я вам показываю Несколько снимков Серию снимков Для того Чтобы вы просто Увидели Что вот эта Закономерность Какая-то Которую мы Выявили Она сохраняется И вот если мы Опять же Приближаем Андрея На 50% Обе карточки Выглядят хорошо Если мы Приближаем на 100% Вот так На 100% Мы видим Что все-таки Детализация На лейке Она получше Выглядит То есть Снимок 7 Он во-первых Более цифровой Какой-то получается И даже Если мы смотрим По резкости То явно Что волосы у Андрея Режче Чем волосы На Xiaomi Ну вы поняли Если вот так Смотреть Оба хорошие Если приближать На 100% Влейка однозначно Выигрывает Под детализацией На дальних объектах Это понятно Этот снимок Еще интересен Вот именно Этой лампой Дело в том Что лампа У нас идет Оранжевая А ее след На стене Красный И он действительно Красный Это красный свет А у Xiaomi Получается Такой оранжево-красный Вот опять же Разница в балансе белого Она присутствует Xiaomi пытается Что-то сделать По человеку Лейки В общем-то Все равно Она вот как видит Баланс белого Так и делает Но в этом плане Сам фон Именно вот этот цвет Он становится Более правильным Кстати опять же Покажу вам снимок 12 мегапикселей Против 50 мегапикселей Они не совсем парные Вот 100% здесь И вот здесь Это как раз Будет 50% Ну Повторюсь Не знаю Вот лично мне Я вот сколько смотрю На вот эти разницы В сравнении 12 и 50 мегапикселей В большинстве случаев 12 мегапикселей Вполне хватает Конечно Хотелось бы Чтобы было чуток побольше Вот на айфоне Умеет делать 24 мегапикселя И возможно Это как раз Такая прекрасная Золотая середина Но в целом Мне вот 12 мп окей Если не печатать Гигантские форматы И теперь Собственно С лампой Вот если снимать близко То мы с вами видим Что Тут правда С вами С правой стороны Стал Если Снимаем близко То мы видим Что в принципе Красный-красный Здесь и здесь Сохраняется Опять же На лейке Наверное Он чуток точнее Вот этот красный Мне кажется Здесь всеми пытаются Из тени Что-то вытаскивать И вот этот вот Красный Переходящий В какой-то Бордовый Не совсем то Чем на лейке Хотя Опять же Тут сложно сказать Но Этот тест Как раз и нужен Для того Чтобы убедиться Здесь баланс белого Не видит Никакого То есть Камера не видит Человека Не подбирает Под него баланс белого И в этом плане Красный Остается красным Это прекрасным Дальше Идет Первый тест На шумы У Андрея В студии Достаточно светло Я не стал Ставить Не нашел Место Где можно Ставить гигантское ISO Здесь ISO 2500 Но это тоже Достаточно Показательно Приближаем И смотрим С вами Как работает Полнокадровая Камера С шумами И на лейке Включен шумодав И вы можете Даже это Смело наблюдать По вот этим Линиям Видите Они вот так вот Неровно идут Вот это Работает шумодав Повторюсь В Капчеване Все отключено Это шумодав Который работает В лейке И да Здесь как бы Нет шумов Как таковых Но Вот скажем так Искажение От того Как работает шумодав На лейке Выше Чем на Xiaomi А если мы Попытаемся найти Вот какие-то части Где все-таки Шумодав Не прикоснулся Но это вот На другом снимке Будет хорошо видно То вот здесь А это вообще где А ну да Потому что Соотношение сторон Разное Как обычно Сложно Это вот здесь То в принципе Опять же заметно Что Xiaomi Работает Чуток получше Еще раз Для тех У кого Почему-то Какие-то проблемы С тем Что телефон Может хорошо Снимать Алгоритмы Шумоподавления На Xiaomi Работают Лучше Потому что Сам снимок Который получается С телефонов И не только С Xiaomi И с айфона И с любых Других телефонов Они стали Гораздо сложнее Ну вот еще Один тест На резкость На детализацию Опять же По балансу белого Тоже видно разницу Мне больше баланс Белого у Xiaomi Нравится Чем у лейки Но лампа нам Опять же намекает Что все-таки Здесь красный Не красный А на лейке Красный Красный Опять же приближаем Опять же смотрим 50% Примерно одинаково 100% То же самое На лейке Поприятнее Чем на Xiaomi Xiaomi Даже чуток Под разваливается Уже И Такая цифровая Немножко картинка На лейке Она существенно Приятнее И это хорошо Безусловно хорошо Есть еще Вот такой вот Тест на красный Я сейчас Не знаю Что он показывает Мне просто хотелось Снять в каких-то Сложных условиях Но тут мы можем Увидеть Интересный момент А именно Плащ Андрея Здесь мы Хорошо Абсолютно читаем Xiaomi Что плащ Андрея Хуга босс Такие вот дела Ну и тут Кому какая Картинка больше нравится Я не знаю На Xiaomi получилось Что-то атмосфернее То есть Глоу эффект Немножко получше Но опять же На лейке Я думаю Можно этого То же самое добиться Если поставить Примерно такие же параметры Хотя вот На 1,80 На 1,95 Ну то есть Выдержки примерно Одинаковые И практически Последняя пара Тоже тест на ISO Здесь всего лишь 2000 Опять же По центру Видим Что у лейки Размытие сильнее На заднем плане И это хорошо Здесь вот Лейка попала Вот в этот край Xiaomi попал Не в этот край Xiaomi попал Вот сюда И тут кстати Хорошо видно Что вот Когда на лейке Небольшое Небольшое ISO То детализация На лейке В принципе Хорошее Когда ISO Большое И начинает работать Шумодав Тут конечно Плюс детализации Заканчиваются Потому что Ее уже меньше Опять же Надо дотянуть Рафаила Вот это все Как хотите Но опять же Если мы посмотрим Куда-нибудь Где мы можем Увидеть разницу Вот например На вот эту вот лесенку Мы с вами Видим Что Эта лесенка На Xiaomi Меньше Шумит Вот этих точек Меньше Чем На Лейке Повторюсь Это исключительно Про Шумоподавление В общем-то И целом На самом деле Разница Примерно Такая же Как и Нарико Была То есть Нарико Напомню Детализация В целом Была Повыше Там 24 против 12 мегапикселей Мы в основном Тестировали А динамический Диапазон И Шумы Были лучше За Xiaomi По обработке Здесь Аналогично На самом-то Деле Единственное Что Шумодав На Лейке Работает Прям Ощутимо Интереснее Но и здесь Нет таких Высоких Исок Как Были Нарико И мы Видим Что Полнокадровая Матрица Справляется С шумами Лучше Чем Неполнокадровая И это Конечно Логично Здесь В общем-то Ничего Интересного И Странного Нет Так и должно Быть Это Абсолютно Нормально Ну и вот Вам Последний Снимок Наконец Кто Тут Такой Сладенький Все Правильно Ты Мой Зритель Такой Сладенький Так что Слейки Кстати Кадр Если Что Так что Смело Ставьте Этому Видео Лайк И Заходите На канал Андрея Потому Что Андрея Тоже Будет Много Всего Интересного Что Это Все Нам Говорит Давайте Сделаем Выводы А Говорит Это Все Нам О том Что Телефоны Сделали Гигантский Прогресс Неправильно Наверное Сравнивать Телефоны С полнокадровыми Камерами Почему Вот это Кстати Вопрос Странный Что Значит Почему Да Можно Сравнивать Все Что Угодно Можно Сравнивать С чем Угодно Главное Чтобы Была Некая Практическая Цель Здесь Конкретно Нет Практической Цели Одно Из двух Вряд ли Тем не менее Если бы у меня Уже была Лейка Ку2 Допустим И она делала Хорошие снимки И мне бы хотелось Телефон Который В целом Тоже выдает Хорошее качество Картинки То Тут Xiaomi Выглядел бы Ну Неплохо Уж точно Детализация Да За лейкой Лучше Шумоподавление Динамический Дипозон Лучше За Xiaomi Вот такие Вот Интересные Моменты Мы с вами Видим Поэтому Жду Твоих Комментариев Если уж Против Рика Было Столько Интересных Волнений То Что же Будет Здесь Если Можно Вдруг Сказать Вдруг Назвать Видео Что Xiaomi Победил Лейку Представляете Что Начнется Просто Я чувствую Будет Набег Просто Леечников И Будут Мне Рассказывать Почему Я Не Прав Но Повторюсь Этот Тест Больше Ради Веселья Нежели Ради Практического Смысла Но Работает И Я Уверен Что Кстати 15 Айфон Тоже Будет Работать Прекрасно И Это Значит Что Теперь Ты Можешь Просто Реально Снимать Счетчики С Качеством Лейки А На этом Все Большое Тебе Спасибо За Просмотр Жду Твоих Комментариев Увидимся В Следующих Видео Пока